Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что произошло у вас. Значит, вот вы четыре месяца молчали со своим молодым человеком, с которым остались по его инициативе. Значит, четыре месяца вы не общались. И спустя четыре месяца после молчания, вы пишете ему ту фразу, которую вы приводите на. Конечно, для того, чтобы лучше понимать вашу ситуацию, ну, желательно бы, чтобы вы хотя бы сказали, по какой причине, собственно говоря, вы перестали разговаривать. То есть, понятно, расстались год назад, но ведь шесть месяцев вы же еще общались как-то друг с другом. Значит, какое-то время все было хорошо, ну, то есть, относительно хорошо. Вот спустя шесть месяцев что-то случилось. Случилось что-то такое, что заставило вас замолчать. Ну, вот, это как бы, то есть, мотивация молчания, да, то есть, почему вы замолчали. Вот это как раз и является главной, ну, главной почвой для объяснения того, почему молодой человек вас заблокировал. То есть, он заблокировал вас в контексте, в контексте именно того, что, собственно говоря, с вами случилось, что с вами произошло. И поскольку вы не рассказали нам, что произошло и что случилось, то ответить вам на ваш вопрос полноценно. То есть, так, чтобы информация была прям вот, ну, подходящая для вас. Мы, наверное, не сможем. Не сможем, потому что, ну, не знаем всех трудностей. Но, исходя из того, что вы нам уже дали, я могу однозначно сказать про так. Во-первых, мужчина, возможно, посчитал неуместным тот факт, что вы ему сказали. То есть, мужчине показалось, что вы не должны были, например, так говорить. Мужчине показалось, что вам не стоило так говорить. И мужчине не понравилось, как вы с ним общаетесь. Возможно, он подумал, что вы хотите с ним вновь стать вместе. А он этого не хочет, и, соответственно, такое общение его не очень устраивает. Кроме того, отдельно хочется сказать, что, быть может, у него уже есть другая девочка, с которой он вполне может встречаться. И подобный диалог никак не красит его по отношению к этой другой девочке. А вы, судя по всему, каких-то его намеков или предостережений, вероятно, не поняли, не увидели, не заметили. И в результате, собственно, молодой человек вас заблокировал. То есть, заблокировал он вас именно либо из-за неравнодушия к вам, то есть, какой-то элемент неравнодушия к вам, например, может быть, да, тут уже нужно только более детально анализировать ситуацию, потому что так это все не очень понятно. Либо у него была мотивация это сделать, и мотивация достаточно серьезная. То есть, мотивация, например, такая, что общение с вами как-то угрожало ему, наносило вред и, собственно, не несло ему того, что он, например, хотел бы. Кроме того, вполне вероятно, что общение с вами вступало в определенное противоречие с тем, по какой причине вы с ним расстались. То есть, если вот эта причина, по которой вы расстались, не была проработана, если причина, по которой вы расстались, не была должным образом правильно вами, как бы, осорнана, да, то тогда ситуацию можно охарактеризовать именно как противоречивую. То есть, для мужчины она противоречивая, значит, нежелательно, неестественно, ну и так далее. И в таком случае, совершенно очевидно, что он вас заблокировал, потому что не была отращена, не была устранена изначальная причина того, почему он с вами расстался. Вот это были такие общие, я бы сказал, причины для того, чтобы он вас заблокировал. Еще раз, либо это мотивация, то есть, общение с вами несло какую-то угрозу ему. Угроза его жизни, угроза, ну, условно, конечно, не буквально, в смысле, это условно, нет. Угроза его жизни, угроза его интересам, угроза его планам, целям и так далее. Либо неравнодушие к вам. Неравнодушие к вам здесь, это либо обида, либо злость, либо что-то еще. Либо, собственно говоря, эволюция развития того, что послужило причиной вашего расставления. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok